привет это видео номер 4 и сегодня у нас разбор интервью третьего помощника а в конце дам несколько кейсов для вашей мотивации давайте сразу переходить к делу итак у нас есть олег третий помощник который ответил на мое сообщение во время ресерча и написал список вопросов которые ему задавали в компании какие-то из них мы уже с вами разбирали и также олег еще добавил что курс который он проходил был очень полезен и как только появится адекватный интернет обязательно возьмет еще какой-то курс но в общем олегу спасибо и за перечень вопросов и за отзыв и за то что он будущем возьмет какой-то курс а мы переходим к разбору вопросов итак первый вопрос висеть важность постоянного лукаута достаточно простой вопрос согласитесь на интервью поэтому ответ на него у нас будет следующее что важность постоянного лукаута у нас четко прописано во первых коллеги правиле 5 которая гласит что каждое судно должно вести надлежащие визуальные слуховое наблюдение а также как и наблюдение при помощи всех имеющихся средств применительно к преобладающим обстоятельствам и условиям с тем чтобы полностью оценить ситуацию и опасность столкновения то есть лукаута в двух словах нам необходим для того чтобы постоянно оценивать ситуацию и опасность столкновения но также важно еще отметить что именно по причине не должностного лукаута примерно каждое второе столкновение и происходит то есть на самом деле в половине случая столкновений судов штурмана не видели судно с которым столкнулись либо до момента столкновения либо до момента когда столкновение было уже не избежать именно поэтому лукаут является ключевой обязанностью во время несения вахты при каких обстоятельствах нужно звать капитана достаточно тоже такой несложный вопрос конечно правильно сказать что звать мастера нужно in any doubt и если у вас появились мысли звать капитана или не звать в целом это уже достаточное обстоятельство для того чтобы ему позвонить но если давать чуть чуть более точное определение то что поводом для звонка капитану является ухудшение видимости согласно указанием капитана конкретное расстояние обычно прописывается в стендинг-одер потому что конкретного расстояния в коллеги нет именно поэтому мастер указывает свое то которое он считает необходимым 234 миле у каждого капитана будет свое видение но также это может еще быть прописано в политике компании хотя это встречается достаточно редко также звонить капитану стоит когда вахтенный помощник попадает в интенсивный трафик ему явно нужна помощь капитана то есть он чувствует что не справляется с мониторингом всех целей но и особенно это актуально если мы говорим про юго-восточную азию где большое скопление рыболовных судов там помимо судов еще много сетей и это тоже повод позвонить капитану третий вариант этой ситуации когда не уступает дорогу допустим правило 17 вы помеха справа вам не уступают дорогу а вы идете вдоль попережья либо какой-то отмели вам некуда отвернуть это сто процентов надо вызывать капитана поэтому в этих трех случаях по любому плюс ко всему конечно же и нэнни дау лучше как говорится сто раз позвонить чем один раз посадить мастера колрег action in restricted visibility на самом деле я удивлен что этот вопрос встретился нам только в четвертом дне девятнадцатое правило это любимое правило которое задают по колрегу опять-таки это не мое личное мнение это сугубо статистика которая была выведена на основе ответов ваших коллег и так давайте кратко разберемся буквально с девятнадцатым правилом на очень простое в ситуациях когда мы применяем 19 правило а значит районах с ограниченной видимостью либо навигации вблизи таких районов когда другое судно находится в тумане действуют особые правила по расхождению согласно этим правилам все доуступают дорогу всем то есть для того чтобы проще запомнить в тумане никого не видно очень страшно всех друг друга боятся и поэтому все очень вежливы и уступают друг другу дорогу то есть мы делаем отворот вправо вне зависимости от того по какому борту у нас находится цель если у нас цель слева мы отворачиваем вправо если у нас цель справа мы отворачиваем также вправо и это же справедливо и для цели с которой мы расходимся штурма на другом судне должен поступить абсолютно также девятнадцатое правило никоим образом не противоречит предыдущим правилам которые находятся в разделе б не но в